Итак, всем привет, мальчики и девочки. Мы продолжаем с вами смотреть доту. Начали мы наши эфиры в 6 утра, сейчас в 12. И мы продолжаем смотреть с вами DPL CD. Это последняя карта. Последнего было 3 в рамках Wild Card. Одно из двух параллельных встреч. А вторая у нас сейчас вот как раз идет. И там у нас играют UKV против Longov. You know who уже выиграли первую карту. И у нас здесь ньютопы, которым очень нужно выиграть эту карту. Потому что они, во-первых, смогли вторую затащить. И таким образом получить себе шанс на то, чтобы выйти в основную часть DPL. И поэтому они сейчас будут трайхардить, чтобы вытащить еще одну карту. А напомню, что Старлакам вообще плевать. Потому что они выиграли все, что только могли на протяжении двух дней. То есть они выиграли 4 БО 3. Сейчас вот это вот, точнее 3 БО 3. И сейчас вот эта четвертая особо им не роляет. Они в любом случае с первого места выходят на DPL. Лигу. Вот. Ну а с нами еще лост там. Сейчас он. Потому что не скажет. Да, да. Все. Не уснул еще? Так, потихоньку. Потихонечку подзалипаешь. Ну вот. Ну а мы, соответственно, констатируем тот факт, что Старлаки сыграли не своим дефолтным драфтом. Попытавшись выйти в лейт, у них вообще ничего не вышло с этим. И они снова идут в пуш. Они снова идут в свой старый стиль, которым они обыграли вчерашних своих оппонентов. Снова веники, снова драгоннайты, снова дизрапторы. Короче, то, что может в самом начале игры начинать сжать и душить. И в ответ ньютопы берут пик, который может заниматься тимфайтами. Очень хорошими и сильными тимфайтами. У ньютоп, ньютоп же прям кровь износу нужно выигрывать, да, этот матч? Да. Да, я с этого иначе. Они прям стараются, видно. Они прям стараются изо всех сил. Мелиудус, наш мальчик, просто тащит на своем горбу своих пацанов. И вот сейчас у них суппорты дикие. А Парэйшн и Феникс это просто супер связка для задней спеты такая. Да, да. Аппарат вообще в принципе герой, который уходит постоянно на фестбаны. Во всех, причем регионах. Плевать, в каких вообще играется. Все равно аппарат это жесть. А сейчас Феникс очень сильный герой. Что на пятерку, что на четверку, он здесь будет четверкой. И Кунка взят от ньютопов на мидл, судя по всему. Вот, после того, как они увидели там был Ассасин. Начать драфт, фиксация. Ну и просто хороший баф очередной. Ну короче, замес у них хороший. Им осталось только найти мощного Пора, который будет все это дело разваливать. А ПЛ все еще, я думаю, вполне себе неплохо. Да, да, да. ПЛ все еще разваливает. Он примерно вот в таком же драфте, против такого же драфта смотрелся очень сильно. Мы видели в первой карте, да, у ТНТ был ПЛ лейтовый, и он убивал Темпларку с легкостью. Разбирался с Веником. Вот, там был еще котел на пятерке. Тут Дизраптор примерно то же самое, с точки зрения того, что это тоже булка. Вот, ну и Драгон Найт. Это, в принципе, тоже касается, его тоже можно будет убить, но уже попозже просто, да, оставить его на сладенькое. Вот. Старлакам, в свою очередь, тоже не хватает здесь какого-то героя, непонятно, правда, куда. То есть, скорее всего, Драгон Найт сейфлэйновой, да, и они могут здесь и тройку. Либо они могут согнать Драгон Найта на третью позицию и взять себе единицу. В зависимости от того, чем они тут хотят заниматься в этой карте. Но если взять, что они обычно пушат, да, то это, скорее всего, какой-то условный, там, Бристлбэк может опять появиться. Бистмастер. Бистмастер, да. Ну, в общем, что-то такое, что активное. Тайтхантера они убирают. Я все еще считаю, что здесь должен быть либо Сларк, либо Пэл. Пэл вообще просто шикарен. Хотя, конечно, Дизраптор его ловит. Что один, что второй солит, и на одного Дизраптора нельзя рассчитывать. Что один Дизраптор его законтрит, а может быть Дизраптор просто возьмут и убьют. Причем, кстати, вот чем хорош... Феникс и Апаришн вместе. Тем, что у тебя против Феникса очень хорошо работают герои, которые от Апаришна огребают по полной. То есть Хускар, например, очень хорош против Феникса, потому что он разбивает яйцо. Морфлинг разбивает яйцо. Тролль разбивает яйцо. Все эти три героя, например, против Апарата просто ни черта не могут. Ну, то есть, если, опять же, да, ульта прилетает нормально. Вот, и поэтому связка Апарат-Феникс звучит хоть и без Станова, потому что ни у одного, ни у другого нормального Стана нет. У одного Cold Fit, у другого только Стан с яйца и так далее. Но при этом все, Апарат контрит тех героев, которые хороши против Феня. И это реально смотрится очень сочно. И я уверен, что ни в каком европейском, например, регионе никогда в этом мире не отдадут эту связку. Посмотрим. Ну, реально, только вспомни вообще хотя бы одну игру, где аппарата хоть кому-то отдавали нормально. Я не так много сидел на европейских регионах в последнее время. Ну, я просто смотрю доту не только, когда на ней сижу. Так. Они лично меня как-то онлайн-турики, вот в последнее время, они, ну, они, конечно, хороши, но я все-таки люблю Ланы. Я уважаю Ланы. А онлайн-турики для меня всегда останутся онлайн-турики. То же самое, согласен с тобой. Бестмастер, которого ты хотел, вот тебе темп. И мне кажется, что вот теперь как раз, когда они увидели бестмастера, они сейчас должны подумать, так, стоп, антимаг. Так, почему мы взяли антимага? Что с нами случилось? В какой момент нас коротнуло, и мы взяли суперлейт? Хотя у нас весь тимфайт есть. Суперлейт сюда. Ну, я к тому, что можно же было взять героя, который немного более активен и таким образом отпушить противника. Ну, антимаг тоже неплохо, в принципе. И пожадничали, что поделать. Да, да. Но АМ как минимум может, например, не дать праймл рор в себя дать, да, то есть бестмастер. Просто нажимает ульту, сразу же прилетает щиток. АМ-квейник у него не такой чувствительный. Веномайсер вообще бесполезен против антимага. Угу. Но Дезераптор, например, очень неплохо с антимагом справляется. Вот Дезераптор это единственный герой, да, и по-хорошему, если Дезераптор убить, если вылезать из пика Старлак, то антимаг солит. Да, Гонайт, например, очень трудно с антимагом, потому что антимаг выжигает ману Драгонайт, и это сразу такая консервная банка без Брестфайера и без Тана. Хорошо, а просто удастся ли Старлакам вот этим всем запушить до того, к антимагу? Ну, Старлак очень хороший пик, они могут. У них тут прям суперагрессия. Осталось просто хорошо отстоять линии и забрать первых двух хошенов. Ну да, и вовремя запушить лайны и сократить. Просто проблема с антимагом в чем? Что ты вроде можешь против нормальных коров простых играть, ты можешь тем, что ты сжимаешь его зону фарма до минималки, да. А здесь антимага очень сложно сжать до минималки зону фарма. Он сплит пушит все равно, он постоянно напрягает лайн, он постоянно находит фарм просто на линиях. И его тут нечем ловить по факту, да. То есть нет какого-то клока условного там или никса или чего-то еще, что может хотя бы его находить во время сплита. То есть здесь нужен какой-то, видимо, шадоублейд на бисмастере или блинк на бисмастере, но этого не будет явно. Потому что это аурник, да, и он будет дальше ауру собирать. Поэтому у меня есть серьезное подозрение, что с талаком будет сложно справиться именно с тем, чтобы остановить сплиткушность из мага и его постоянный фарм. И надо будет очень быстро заканчивать, типа за 25 и другого варианта практически нет. По-моему, еще еще нет. Ну что, мужчина. Выехали. А в парой еще. Без хадрески. А зачем? Не, ну только это нормально, кстати, by default не достаточно. Ну, хадреска вон лав. Ну, хадреска простой фене, понимаешь? Они на разных принят. Ну да, ну и потому что он докупит хадреску, а вначале можно... Ну то есть ты с рун получишь хадреску себе. Рецепт стоит 150. Потому что фласка... Ничего не дает вначале. Он может потом их принести, а изначально ставить с хадреской, чтобы хадреска сразу регенила. Ну, из того, что я видел, например, если посмотреть на четверки у кого-нибудь типа OG, там, ну ладно, OG еще не всегда, но у большинства из европейцев четверки берут себе кольцо регена и кольцо, которое дает тебе сейджу потом. Ну, в смысле, сейджу, который потом в базилку. То есть ты покупаешь два кольца на будущие две ауры, на четвертую кольцо. Вот. Это типа новомодная тенденция. Ну, там много нот было. Когда-то люди, там, барабаны каждый собирал на кольце, а потом поняли, что это прохладная история. Ну, просто потому что их собрал Миркл, там, на каком-то герое. О, ну, Миркл собрал, давайте повторим все это действие. А я считаю, например, барабаны суперюзеры с действием. Потом, когда Хадреско, не знаю, я в пабе вот играл, я каждому суппорту объяснил, что, чувак, без Хадреско на Лиде можешь вообще ко мне не приходить. Просто, не знаю, выйди из игры или дай мне контроль, я сам за тебя поиграю. И потом все неожиданно приходить с Хадреско и базилитами. То есть, ему зачем? Зачем ему вот сейчас фласка и танго? Они ничего ему не дают. Просто вот два ритма, которые просто лежат. А Хадреско, она бы уже пришел на Лиде, уже регенишь антимага, антимаг довольный, антимаг радуется. А в итоге, вот, два этого лежат в инвентаре, они ничего не дают. Он уже принести их потом, а не потом будут давать импакт. То есть, у самого этого Греген есть, ему не нужна вторая фласка, а прощина отъюзовалась. Калле, у парней из зали. Команда StarVac. Так, все, отлагала обратно, погнали. Ну что ж, я думаю, геймплан тоже тут ясен всем. Совершенно понятно, от чего добивается одна команда, чего другая. И понятно, кому нужно выигрывать, да. То есть, команду с антимагом нужно прям максимально прайкардить сейчас. Для того, чтобы вытащить... И в принципе, ты про то, что он все еще без хедры? Ну да, он без хедры. Нет, 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 я про то, что он стоит вот здесь. Он стоит с веником, он тычкуется, получает тычку от веника. После этого он такой, ну дай-ка я пойду мимо вот этих фурзьевок. И вернусь обратно под вышку, и получу еще две тычки от бессмастера, две тычки от кабана, и потрачу все свои хп. Вопрос за фиган вообще тут стоит. Нужно стоять за антимагом, за крипом, так, чтобы... Если его бьет бессмастер или линомайсер, сразу же крип и агрессивно бессмастер. В итоге он приходит, получает там парточек от кабанов, и на ту точку больше от линомайсера, и в итоге прохлада. При этом вот он стоит, антимаг уже получает по лицу, он получает по лицу, хадрыски не, зато есть пласка. При этом хадрыск он несет, я надеюсь, да? Да, 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 несет. Ну, это типа, это руина, я считаю, это руина. Не знаю, я был на месте хора, я бы ливнул сразу. Сразу нулевой вообще. Не, ну подожди, сейчас он хотя бы все правильно сделал, захарасил кабана в своем чилинтаче. О, красавчик, ну вот такой. Вот это, вот это сильно. Я вот ждал как раз этого времени, но потребовалось довольно много, чтобы он до этого дошел. Ничего страшного, опять же, все будет хорошо с ним. Вот, антимагам тоже, пока там левел не наберется, не бессмастер. Еще один виномайсер. Ну, еще он получает слишком много тысячек от виномайсера, то есть у него рейндж выше, чем у виномайсера, и он умудряется получить три тички, когда сам в свою очередь дает одну. Поэтому ему нужно размениваться эффективно, он обязан заряжать дистанцию, и по-хорошему ему вообще нужно вот стоять на максимальном рейнже, а он умудряется подходить и огреблять лишний урон. Антимаг, правда, тут ситуация слегка фиксит, за счет того, что носит партичка виномайсера и сжигает ему ману, вот, но в целом, бессмастер с виномайсером стоит эту линию пока что получше. БМЧ, кстати, красава уже второй с динаина и кабан. Он не отдает лишнюю голду. Все правильно делает. Так, под динаи, еще рейнджевика ему. Ну, все, по-моему, все это НТ нормально делает на этой линии, но то это вытаскивает максимум. Можно делать лучше. Нет, максимум они вытаскивают даже и близко. Ты можешь изучать, но максимум это... Максимум, а максимум это даже экипаж. Ладно, давай скажем так. НТ вытаскивает максимум в институции с аппаратом. Нет, НТ нравится, да. НТ работает, потеет, но пока видно, что... Вместо того, чтобы, кстати, веник балда, почему-то не дал ему гель, а нужно было. Он в итоге потерял всю ману, гель не нажал, и это как раз плюс для НТ, что виномайсер балда. Не знаю, я смотрю на то, что они делают. Боже мой. Кровь из глаз. С одной и с другой стороны. Так, аппаратчен. Второй левел. Ну, он отличает виномайсера уже с маной. Естественно, размениваться с веником и батычком нежелательно. И вопрос, что делает бессмастер, который слишком хорошо точкуется с кабаном. Ну, просто втерпать. То есть, плюс, бессмастер все время будет пушить линию с аурой. Аура работает, крипы бьют быстрее, линия постоянно пушится подвучку, и антимаг будет собирать подвучку. И что делать виномайсеру? Виномайсеру по-хорошему нужно просто было бы запулить вот этот кэмп, но они почему-то этот кэмп заблочены. Интересно, зачем? Просто делается дабл кэмп вот на этот пози... А, нет, они не заблочили, он, короче, вот, он есть. То есть, вот тут, в идеале, сделать дабл кэмп, просто выпулить, слить все крипов, которые... не забирает антимаг, и потом спокойно под своей вышкой смотреть на то, как антимаг страдает и не может подойти крип. Это элементарные действия, которые, ну, вообще, по-хорошему можно делать в каждой четверке в пабе, если она приходит на сложность, чтобы уничтожить. Да, как я поддушиваю. Это я начал тут играть. Да, да, я почувствовал. Ну, это просто дефолт, я не знаю, прихожу на линию и так далее. Если, например, я вижу, что мой суппорт... Я просто, конечно, играл на корах. Если я вижу, что мой суппорт дает одну тачку, а у меня вражеский суппорт дает пять тачек, что я хочу ливать, пошел суппорт нахер. И я в итоге сам стал на суппортах играть. Ну, серьезно, если... Не, кстати, на самом деле, это реально одна из важнейших причин, по которым люди начинают на суппортах играть. Ну, да, потому что нафиг эти юзвесы, которые задействуют, вообще ничего идет. Они, короче, стоят за твоей спиной, мечтают, чтобы ты умер, чтобы они постояли и пофармили, а у тебя было все хреново, и на тебя будут их помощнее. Кстати, молодец, Апарэшн заблочил кэмп. Чел, он заблочил кэмп еще в самом начале, потому у него не было хедрески, что он купил себе сентряк. Нет, у него не было хедрески, потому что он взял фласку. Он купил себе фласку, да, но я имею в виду, он помимо этого купил себе сентряк. А ему ничто не мешает купить хедреску и еще принести сентряк. Да, ну, я думаю, что он с самого начала заблочил, но молодец, таким образом не дает веномастеру отпуливать. Вопрос в том, что веномастер зачем-то имеет опси, и не знаю, зачем ему опси. И вопрос, где сентря веномастера. Хватит нажимать на вещи. Ты мешаешь всем смотреть. Что с мыслями, да, все, кто обсервисит сейчас. Хорошо, смотришь. Он только что, и вдруг как опорэшн поставил сентривар. Вот этот. И прямо сюда ты кэмп, да. Все нормально у него там. Думаю, все замечательно у него. Ну, да, вижу. Ну, да, они доигрывают челы Старлака. Да, они доигрывают, и я буду душить. И души, нет, души, я че. Это, это мое фоно. На бедите времени, кстати, ганг на Темплара Сассина, и Старлак, Старлаковский мидер умрет. Начинается душка от ДНТ. Они реально хотят выигрывать, короче, это, вот что я вам скажу. Не, так они видят, что они сейчас прям потели так плотно. А вот, ступти, как их просто? Старлаки явно, да, потеряли. Старлаки, они, по-моему, да, немножко, немножко другими вещами занимаются. Антимаг забрал первый бон, и второй бон тот, что он не должен забирать. Крадет, он бежит. Безо всех сил. Так это, как же фор хочет победить в этой игре, что он пробегает столько времени, и в надежде, что он заберет баунти-руны, он и их забирает. Ну, он свою-то забрал, да, он свою забрал. Ну, если я имею в виду, по факту, здесь же на топе, эээ, бисмастер вместе с веником должен забирать обе руны. Антимаг молодец, забрал одну из двух. Да, так он столько времени потерял по фарму, вот он все это время пробегал, и у него Крепстат 16 сабой, а мастер 30 по 13. Боль? Ничего страшного, он вернется еще? Веник, вернись, верни, веник, вернись в лиси сентрюр. А веник, а веник пошел вниз, и он оставил мастер одного, антимага есть шанс. Антимаг видит, что вина мастер снизу, сранжу, кстати, умрет сейчас. БТВ. Ой, как ему повезло, что здесь крипы, которые станет. Везет сильнейшим. Везет сильнейшим. Окей, в любом случае все сделано грамотно, подденайлся, сейчас еще получит себе фулл хп. Но у него тп, кстати, нет, у него тп в кд, и он придет пешком идти. А при том, что у него нет тапка, и даже не намечается, потому что он купил себе рейндропы со стиком большим, амгрейнутым. Вот вы знаете, чего у меня горит? Я сижу, у меня горит с того, что пласка, в Оперейшн, вот все еще она лежит, она нихрена не делает. Так а зачем она тебе нужна, если у антимага есть кольцо? Вот, а чем она тебе нужна? Ты начал задавать правильные вопросы, зачем она ему вообще нужна? Ага, так, старлаки решили ливнуть всей командой. Матч ничего не решает, карейтится. Ну я надеюсь, что они сейчас скажут, чуваки, ну все, типа... Я надеюсь, что они скажут, ребят, сори, вы кант плей 2-0. Да, 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 да. И ТНТ вырываются. Ну вообще, кстати, это будет очень жестко по отношению к челам, которые в правильной катке сейчас участвуют. Потому что один из двух слотов точно отправляется тогда не до них. О, что поделать. Вот, Натус Винцер в свое время в группе однажды взяли течиса, когда уже матч ничего не решал. Они в любом случае выходили, и они очень сильно повлияли на результаты других команд, которым нужно было, чтобы Натус Винцер выигрывали. И что, и все нормально, как бы ничего. Фанаты, конечно, Натус Винцер негодовали, что это за 3-2, спрашивали многие. Ну, все забыли. Правильной трансляции, кстати, точнее, не правильной трансляции. Правильный матч, вторая карта там стартанула сейчас 14-е минуты. Получается, мы на целую карту обходим. Вот, и получается там, что пока что... А, у нас Манки Кинг там, слушай. Добрались. Манки Кинг против Наги. Сильно. Ну, ждем, когда там все это отлагает, друзья. Или инфы какой-то ждем. Не знаю. Потому что, ну, ТНТ все еще не дисконнектится, значит, наверное, катка еще не закончилась официально. Полагаю, что они все, наверное, играют от одного компьютерного клуба. Да? Дедукция на высоте. Да, да, дедукция. Как говорил мой дед, я твоя дедукция. Ну, антимаг, конечно, грустный, нет. Ворс, 1825 на 6-ой минуте, точнее, на 7-ой минуте, это не кайф. У него аппарат, шин-руинер. Ничего не поделаешь. Он заслужил. Ну, а, честно говоря, давно таких саппортов не видел. То есть, сколько мы от него видели Вичдоктора, мы от него видели Варлока, аппарата и кого-то еще за сегодняшний день. Все. Это то, что он слабо тычкуется, знаешь, он такой, ты уровень саппорта в многих моментах ты видишь по тычкованию. Знаешь, ты приходишь с одним саппортом, который просто стоит у тебя АФК сзади, вообще ничего не делает. Тупо вот просто АФК. А второй саппорт приходит, как лев рвиной начинает вгрызаться во вражеского, там, апплейнера и дает ему тычек 10 за 2 минуты. И ты сразу понимаешь, что челик жесткий, при этом он не ловит лишних тычек в ответ. Вот этот аппарат, он, вот все разы, что он приходил на свою линию, он слабенько стоял. Что Варлоки, что аппарат. До таком он не стоял. Он все время слабенько секьюрил своего кора. Да, но дело не только в том, что как он играет на линии, я делаю еще и в том, как он играет по игре, само по мингейму, по темфайтам. И мы играли его на очень большом количестве героев. По игре мы сидим и молимся, чтобы он кинул голему за 20 минут. Да, да, да. Да, если понимаешь, проблема вся в том, что если кинуть голема, это обычно не очень сложно, потому что АЕ у него сумасшедший и рейнджа хорошая, то вот с ультой аппарата... Засгоны Бихард. Так. По разу он точно ультой аппарата кинет, я уверен. Не, кинуть то он кинет. Там же надо еще попасть. Это второе действие после этого. Под Стан Кентавра и Стан Кентавра. Под Стан Кентавра и под Феникс Сан тоже надо как-то будет. Феникс Сан? Ну, типа, ну, супер нового, если уж важно. Так, Темплар Ассасин. Темплар Ассасин. Ну-ка, горит, горит. И чё, чё это за ИК Росдайв, извините меня? Это, ну, зачем он был сейчас нажат? Куда? По-моему. Нет, я многое видел, но промазать ИК Росдайвом я не видел еще. Ты спросил, я ответил. Хорошо. Ну, просто согласись, то, что промазать ИК Росдайвом сложно. Так, у нас тут, тем временем, Кунка. Пытался сделать ТП-аут, но его глимсанули обратно. И Кунка, скорее всего, умирает. Примерз Виномансер. Кунке очень больно. Кунку заденает. Заденаили. Красавец. Дианго. Дианго, точнее, освобожденный. И минус Феникс. Ну, конечно, печальный размер для ТНТ. Максимально. Ну, да, такое себе. Классическое. Классические четыре героя в центре. Одно из китайских команд уже бьют по вышке. Да, да, да. Классический Горь, который приходит с одной линии. Не хватает еще Кентавра, который... О, Порат, О, Порат, на миде его закрыл Дизраптора. У Дизраптора вообще ничего нету. Прилетает Экарус Дэйвом, в этот раз не промахиваемся. Хорошо, откидываем птички одну за другой. Дэмэдж проходит, Дизраптор умирает. Даже Антимак пришел. Антимак говорит, парни, я сейчас развалю кабинеты. Развалил, конечно, кабинеты. Проблема в том, что он оставил вышку, которая на топе умирает теперь. Даже Антимак пришел сюда. Без мана, без хп, вообще без сил. Даже Антимак приходит. Да, но Кентавр фармит, подожди. Это наш любимый Мелиодас. Зацените, байк, кстати, класснейший совершенно. Два Ринга Протекшена, Ринг Оф Реджен, Ринг Оф Хэлф. Это знаешь, он... Это Кентавр рэпер. Чисто весь в кольцах. Чисто такой с Бронкса. Афроамериканец. Кентавр. А Тимаг смотри, это лучше. А Тимага смотри. Что происходит? Почему он здесь? Братик, вернись. Коны, не вернись просто. Четвертый левел. Иди сюда. Иди сюда, Дизраптор. Опа, вот это... Вот это разруба. Давай, и последнюю тычку. Найс, минус Дизраптор. Сейчас еще минус веник. Ух, два кила для Вольфганда. Байбэк. Что это за... Что за дичь вообще происходит? Шмотки разобьет, мне интересно, нет? Пожалуйста, разбей шмотки. Я тебе бакушку забрал, а? Просто... И всем так поровну на этого антимага, без мастер, который не может манку себе принести, там, куритошку... А Вижена, да нет, смотри, 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 тут на топе, на топе просто попытка убить Темпларку, она вошла в мелд, ее не видно. Она вышла из мелда, дала две тычки и умер. Или нет? Нет, она не умирает. Кунг, убегай. Ой, о боже, какая жесть, какая дичь, что здесь происходит? Ганг на Темпларку без Вижена. Умирают два героя, один из них мидер, саппорт, вместе с ним. Я бы на месте часкунки байбэкнулся. Проблема в том, что у него нет денег на байбэк. Души, Димас. Души. Нет, ну реально, как можно просто взять, пойти, типа, на Темпларку без дастов, вообще, просто... Как можно отдаться антимагу под вышкой, когда в команде есть пять героев, любой делает ТП, антимаг, который прыгает из венка, просто умирает, а вместо этого они дают антимагу два килла и вышку. Какая жесть. Какая жесть. За что? Кабен, пощады. Ладно, слава богу, что это продолжается, и слава богу, что Старлаки еще быстро законнектились прямо обратно, потому что мы можем смотреть вот это все великолепие. Так, ДК, форме. Ну, правда, форма закончена. Ты говоришь, что тебе говорил про Драгонайта, который бьет вышку, и я говорю, что не хватает только кентавра, я забыл, что кентавр в вражеской команде. Да. Уже набегаем. Пушку, вот я. Так вот именно. Это тот самый китайский кентавр, он здесь. Бестмастер снес на топе вышку, пришел за медовой. И говорит, парни, у меня есть некрочи, давайте пушить. И он прав. Ну, что еще делать, ты, в общем, и целом? Нечего делать. Нужно, ну, есть, есть потанцевал, понимаешь, для тимфайта у ТНТ. Есть рор. Стампит. Пошел. Есть солнце. Солнце можно поставить. Нет? Нет. Ладно. Без яйца сегодня. Без суперновые. Так, пошел крест, пошел рассказ. Стёв, бестмастер, бестмастер должен умирать. Если под сейв, нужен под сейв. Есть дезраптор, надо глимсовать. Глимсовать. Глимсанул. Вот это правильный, кстати, дезраптор. Здорового человека, в отличие от сегодняшнего ксикси. У этого парня три в глимс скачаны. И таким образом он смог убить кунку. Молодец. Красава. Прям кулдаун еще речает. Если он не качает глимс, то, ну, если это глимс и гнижку, там кулдаун 60 секунд. Это, это как, знаешь, от кулдаун как урор бестмастера почти. На последнем леве. И, ну, визатор абсолютно бесполезен. Сейчас он немножко пожертвовал линией. Это, в принципе, на линии. Там более-менее стояло лицо. Он очень хорош против вражеских героев. Особенно против антимага. Надо идти. Смотри, новые технологии. Хочешь посмотреть? Да. А, вот, ладно, все-все-все, закончились новые технологии. Кент просто взял себе брумхендл и положил его в рюкзак. Так. И некоторое время он ходил просто с брумхендлом в рюкзаке, а не в слоте. Ну, то есть, ты понимаешь, да? То есть, ну, нейтральный предмет. Пускай нейтральный лежит. Я понимаю, что этот кентавр не хочет покупать блинг. Да. И правильно делает это же китайский кентавр, который делает аура. Это правильно все. Тут, как бы, все логично. Не надо тут. Не уничтожай китайский стиль игры за тройки. Я улучшаю китайский стиль игры. Да не улучшаешь ты его. Дай чувакам играть в свою доту. Им вообще надо, на самом деле, ауру для того, чтобы просто депаться. Им не нужно... Если твои дота говно, не надо в нее играть. Понимаешь, это главное? Это популярное высказывание. Надо играть в свою игру, надо играть в свою доту. Не надо играть в свою игру и в свою доту. Так, дожди, у нас тут своя дота понеслась без раптора. Ультаппарат попадает, ура, товарищи. И, наверное, не стоит даже честить особо. Кабаны, кабаны, кабаны. Кабанов бей. Да нет, да. Клешок. Опа, не крач, не крач, не крач. И не крач, и не крач. Лоу хп. Четыре хп, четыре хп, не крач, боже. Денай. Кентавр такой, иди сюда. Иди сюда, не крач. Да нет, он не будет денай, зачем. Так вот, надо играть в хорошую доту. Это понятно. Я о том, что я не думаю, что им нужен блинк по той причине, что лучше собирать себе артефакты типа пайпа с точки зрения того, что, во-первых, в команде лучше, а во-вторых, тебе нужно играть в пассивную доту. У тебя не знаешь контекста. Ты видел вчерашних игр, где Кентавр 30 минут не мог добраться до противника и дать стану. 30 минут был убежать противника и дать стану. А здесь герои такие, что они его остановят. А, если залетает. Мастер, кинетик филд из раптора. И он, ну, как бы, может просто бегать. Не вопрос. Но блинк ему нужен. Блинк мастер. В этой игре 100%. Ну-ка. Ну-ка. Кентавр. Кентавр. Так, есть солнце. Можно нажать. Супернову, супернову. Туда, прямо в центр сражения. Отхиливает сначала Кента полностью, Стампидушка. И они не понимают, что они хотят делать. Вот он в лед. Дезраптор ставит ультимейт прямо посредине сражения. Непонятно во что вообще. Кого он там зацепил. Непонятно тоже. И вот оно. Вот оно, солнышко. И возвращает Бестмастера. Бестмастер погибает. Драгон Найт под ультимейтом аппарата. Ну ладно, он закончился. И это два минуса точно. И ДК пробить здесь будет крайне сложно. Но в контратаке никакой не предвидится. Никто не спасет. Драгон Найт. Он просто бежит на своем регене. Минус Кент все-таки. Он просто тупо сгорел. Вот. Он был на 200 хп. Он шел вперед до конца. И не давал заднюю ни разу. Ты видел, когда он нажал Стампид? Он сразу пробежал назад. Потом он вернулся вперед. Это был типа... Либо это был Супер Байт. Либо это было что-то еще. Вот. Ну все же, да. Мне больше всего, кстати, знаешь, что нравится? То, что антимаг ставит паузу. Ведь у него же дикие лаги. Конечно, он стоит, фармит лесных крипов. Дикие лаги необузданные просто. Суперсложные их фармить. Нажал на правую кнопку мышки. И тут вдруг предлагало. Кстати, БФ появился у него на 15-й минуте. Хороший тайминг. При том, что early game у него не сильный был. Если взять... Жизнь налаживается. Жизнь налаживается. Слушай, он прям с колен в этой игре. Так в смысле, его команда тут с колен. Она отлично дерется. На миде вчетвером просто дерутся против пятерых И выигрывают файты. Алло. Его команда хорошо дерется, потому что Старлак почему-то считает, что бить Кентавра под кораблем Так, подожди, у нас Глимс пошел на Феникса. Феникс, походу, умирает здесь. Сейвить его нечем. Да. Последние тычки тут красиво. Так, это Динай. Да, это Динай. Ой, красава, Куныч. Это два Динай, кстати, уже из-под Койзена. Слушай, вернемся к Аврам. Вернемся к Аврам. Ты говоришь, что Кентавр будет собирать Авры? Ни одной Ауры до Блинкдаггера он не собирает. Просто ни одной. У него будет Вангуард, это не Аура. И у него будет... И худ, да. Это не Аура. Просто будет плотнее, чем... Ну и ладно. Потому что, на самом деле, рядом все не имеет значения, пока антимаг фармит. Либо только тимфайты, плюс-минус, знаешь, бы хотя бы в равную проходили. И тогда они хотя бы этого ра терять не будут. Потому что, согласись, сейчас вот 16-ая минута и с пиком Старлаков не должно быть вообще ни одной внешней вышки. Ну, в смысле, тир-один вышки, я имею в виду. Вот на боте сейчас стоит. Вот это на боте, вот эта вышка, она нелегальна. С пиком Старлаков давно уже надо было убить Рошана. И Бисмастер, и Темпер Ассасин. И они чего-то ждут, а чего ждут они не понимают. Ну вот, я думаю, что вот этого Дезолятора, который привел с уташки. Я думаю, что его. Вот теперь он у него есть. Кстати, ДК будет у нас, Шадоубойный. Это вот тот самый, мой любимый. Это ловец антимагов. Да, это хорошее решение. Это ловец антимагов. Это охотник. Охотник. Но, по-моему, все еще самый веселый персонаж здесь это Дринк. Потому что его игра на Виномастере очень серьезно попахивает диким тильтом. И дело даже не в том байбэке, а. Если посмотреть на Teamfighter, то же самое. Просто максимальный вообще импут под названием. Я вообще вне позиции. Мне просто плевать. Я нажимаю кнопки и умираю. Это типичный геймплей за Виномастера. Не можешь спастись сам себя у Тенисейва. Маленький рэш атаки. Чтобы дать свой ультимейт эффективно, нужно зайти в толпу. Он умрет. Так у него нет ультимейта. И он стоит просто сзади кидает варды. Вот он пока радуется, что нет ультимейта. Он стоит сзади кидает варды. Но когда-нибудь ему придется пойти в пирту и умереть. Он не радуется, потому что у него 4 смерти. И самое большое количество смертей на карте. Поэтому я сомневаюсь, что у него большая улыбка. Кстати, зацени, что Джанго еще ни разу не умер. За 18 минут геймплея практически. Ну, за 18 минут геймплея. Он стоит сзади, че ему надо? Ну, подожди. Он в предыдущих играх тоже был с саппортами, которые стоят сзади. Вопрос-то в том, что в этой игре он ни разу не умер. Это либо проблема противника, либо он молодец. Так, станы на беста? Нет, на беста ничего нету. Кулдауны, потому что кент уже застанил в самом начале. И каких-либо саппортов не приехало. Так, кстати, Весел уже у Феникса. Довольно хороший тайминг для четверки. Ну, в смысле, нормальный, я бы сказал. Но и левел ему тоже достойный. Так, тем временем, статик Шторна, Дизраптор. Дизраптор, кстати, умрет. Потому что это Весел, сами понимаете. Или не умрет. Последняя тычка. Феникс Сан, шикарный отыгрыш от Феникса. Просто трайхардит Феня, а тем временем не очень трайхардит. Шикарный, шикарный. Он просто идет драться с темпор-ассасином. О, у второго саппорта убьет. Какой геймплей, боже. Нет, он убил его. Он убил двух сапов за свою жизнь. Какой же крутой Феникс вообще дикий. Красава. Короче. Кунка просто редкликает темпор-ассасин. Да. Она врубает рефракшн. Ну, вообще фиолетово на рефракшн. Он продолжает ее убить. И где-то уже, когда по нему остается одна дычка, он понимает, что, черт возьми, меня могут убить, надо бежать и умирать. Найс, мидер. Ну, мидер года. Ну что? Да, у ДНД. Это руин. Кунка руинит. Вообще нельзя бегать от того. Нужно бегать с командой. Корабль эффективен, только когда ты бафаешь союзников. Так, шадоу-блэйд. А просто так, для тебя у одного героя бесполезно. Шадоу-блэйд. Шадоу-блэйд. Готово. И сейчас мы будем ждать эффективности по названию «Идем убиваем антимага». Ну, или просто иницируем. Вообще идеально. Смотри, некрочи заходят, некрочи. Третьего левела. Они пришли, убили варды. И Dragon Knight. Смотри, вот. Опа. Опа. Ага. Ага. А что дальше-то? Тут... А Фениксана нету. Они знают, что Фениксана нету, поэтому идут. А тут Миллиоз. Ему вообще плевать на то, что ультимейтов нету и ультимейта. Он просто идет, дает стан. Сразу же получает подхил от Феникса, который у четвертого левела этого хила, луча, Санрея. И крест. И корабль. И все в Dragon Knight. И все под веселами. Ему ужасно больно. И последние тычки. До свидания. Вот это игра, ТНТ! Что творят эти демоны? Легчайшая, легчайшая Демилдоса засолью. Так. Крест еще и на Дизраптора. Дизраптору больно. Дизраптору неприятно по жизни. Ему печаль, беда. Это вторая для него смерть подряд. Здесь это уже пятая смерть в этой игре. Стан, тем временем, по Виномастеру. Виномастер сейчас просто выйдет из игры. Тем временем, по Раймл Рор, по Кунке прилетает сюда же Фоллинг. Фоллинг дает очень много дамаги. Умирает Кунка, умирает Феникс. Это не страшно. Два тэпаута. Самое главное, что они смогли не отдать противника. Противнику Рошана и еще и выиграли этот мини-файт. А антимаксу это время фарк. Я и думал, что после вчерашнего дня тащером этой команде будет Милилдос. Сейчас он играет вообще лучше всех. Он танкует, впитывает, иницирует. Вовремя уходит. Чего не скажешь про некоторых тиммейтов. И чисто на своем горбу мальчик тащит. Молодых. Антимак, он... Он вообще все равно, что там происходит в его команде. Он из этого леса не вылезал, по-моему, минут пять. Ну, он немножко еще пошел по сплитпушил на ботом, поэтому ему оторвало лицо, ему пришло... Ну, темпларка. Вот, ему пришлось еще... Вообще, он может прийти на замес, хотя бы на один. Так надо приходить, но там ДД на ДК. Он сейчас придет и убьет там всех. Это минус на Кентаври. Это минус аппарат. Кстати, его первая смерть, замечу. Сто процентно здесь смерть. Тут, извините меня, дэмэдж от ДК очень дикий из ДД. Соответственно, забрали парня. Я не очень понимаю, почему Антимак не хочет помочь своей команде забрать либо Тир-2-вышку, пока там забирает Рошана, либо забрать хотя бы руны. Нормально, он лесочек. Слушай, он идет. Он идет. Что? Что происходит? Почему он здесь? Он убил Крипту, смотри, катапульту. Ну, окей, хорошо. Ну, убьет он там. Так, в лёд снова от Кентаври. Ему вообще плевать на все. А тебя пропалывать. Солнце. Да приди, приди, Антимак. Иди к нам. Вольфганг, Вольфганг. Ну все, все, они все потеряли. Дааааааа. Это игра от Антимак, конечно, плотная. Ну, то есть ему надо было попросить своих тиммейтов просто, чтобы они не участвовали в Тимфайте. Чтобы они не ставили суперновую. То есть, либо идти толпой пятером драться на мужчину, либо идти драться... Кудшее, что можно сделать, это пойти подраться в 4 на 5 и такие сказать, это мы спейсим, ребята, это мы спейсим, пошли в четвером умерли, отдали Aegis, отдали всех себя, ну а зато Antimog фармит, Antimog и так фармил, и того, что они пошли, умерли, ничего не смеется. Есть, подожди, есть позитив, есть один позитив, не надо тут, подожди, есть один. Они выбили Aegis из степларки в этом тимфайсе. Во-первых, Милоу смог сам его забрать, этот Aegis, просто, во-первых, для этого нужно слоты освобождать, во-вторых, нужно прокликать, да, не получилось прокликать, ничего страшного, идея была хорошая. Не идеально реализована, бывает, случается с людьми, вот. Кстати, при этом всем, вот ты хотел блингдаггер от него ранее, вот тебе блингдаггер ранее. Да, но за счет того блингдаггера у них сейчас и замесы, хоть что-то получается в замесе, да? Но, как мы видим, не хватает немного одного героя. А теперь у этого героя, кстати, Монта, и вот, и Вольганд может сказать, парни, хорошо, вы молодцы, что не отдали Aegis противнику, теперь мы можем нормально подраться, потому что, когда откатится Супернова, а, им плевать на откаты Супернова, они просто под смоком идут кого-то убивать. Да, им плевать. Ну, в принципе, наверное, в этом есть какой-то смысл. Так, инвиз у бисмастера, он палит смоки, и они это понимают. Слоу-граунда не надо драться, не надо драться слоу-граунда, с речки не надо драться, это бессмысленно. Это очень плохая позиционка. Не, Кунка лучше кабанов побьет с руки, да. Это определенно помогает. Стан хороший, выловили здесь бисмастера, фокус на него тотальный, вы просто уничтожили его за секунду, как бы он там не пытался. Санрей, тем временем, спасает Кунку немного, правда, там довольно много веселов и тому подобного. Вольганд влетает. Это первое пришествие антимага, друзья, в тимфайт, и не считая тех ботомных веселых залетов. Санрей, Супернова против Драгон Найта, но это типа Драгон Найта, кроме этого лоу-кп, я так понимаю, был Феникс, он понял, что ему там тяжело выживать, пришлось нажать яйцо, Драгон Найт нажимает Shadow Blade, Вижена нету, и даже если есть, он все равно убегает слишком быстро и слишком много рекоменится. Короче, мое поздравление, мое поздравление, они первую драку выиграли, убили бисмастера и все дружно выжили. Мое уважение. Это уважение? Нет, они реально стараются, я имею в виду, они играют в разы лучше, чем то, что мы с тобой увидели утром, когда они играли против Блейзов. Они играют в десять раз лучше, чем то, что я видел вчера. Они эволюционируют, они прогрессируют. Это круто. И Алибарда. Вот, кстати, единственный минус для антимага, это то, что у него не будет второго кора в этой игре, да, то есть Кунка не дофармлен, Кунка собирает утилитарные предметы, а у Templar Assassin в помощниках будет полноценный ДК, у которого типа демаж сейчас у руки будет дикий. По Физе, да, по Физе, да, но если вдруг игра дотянется, там Тенингс будет довольно круто раздамаживать вместе с Афарейшем. Это да. Но с другой стороны, тут ауры у Старлаков, у них Дезраптор будет аганимный, очень страшный. Ну, у них очень сильный пик в мидгейме. В мидгейме они очень сильные, можно выигрывать драку за дракой, вообще, параш. Ну, к сожалению, у них это не очень получается, но 5000 перефарма есть. И ТВРА сносится, все тир-1 вышки уничтожены. У них, правда, тоже все тир-1 вышки уничтожены. Так, и теперь вопрос к этому смоку. Что-то могут ли найти здесь Дезраптор и его друзья? Нет, не могут. Заход на бот, там тир-2 вышка там стоит. Давайте, давайте за Рубу последнюю, финальную, возможно, предпоследнюю, неизвестно, решит ли это все. Так, заходит Темпларка, ставит свои трэпы. Shadow Blade, Dragonite, нужно вижен, нужно, понятное дело, СН-3 поставить под себя, под себя влажно. Стан, пошел на Темплар Ассасин, контур, удар Рора по Кенту, Кент умирает за секунду, его просто раскастовывают. Салат, антимаг, уходит из-под ультимейта Дезраптора, ставится Солнце и Солнце не спасет. Солнце точно убирает здесь, без шансов. Как вы понимаете, антимага в этом тимфайте мы не увидим. Видишь, они очень сильные в мидгейме. Да, он довольно-таки мощный сетап из-за Букингбара. Антимаг, который редко кого-либо бьет, он почти не участвует, и манты с бэфом маловато, что-то бесполезно. И Темпларка почти не везаем. Остальные герои пока магии, другая-то слова совсем. Тавру нужен вообще ГОСТ. Вот он, кстати, понял, да, что ему нужен ГОСТ, потому что сколько бы у него там ХП не было, слишком много минус брони. Стычка с... ну да, минус 8, изоляторы еще... минус 6, минус 14, а у него всего... Здравствуйте. Тут заход на ХГ вообще-то, это вырастность? Да, надо что-то с этим делать, но походу минус точно сторона. Тут без шансов, да, невозможно. Это хорошо, это очень хорошо. Если бы он выиграл антимаг, он бы эту игру выиграл в минуте на 50-е, на 60-е, а так он вот есть как бы, и... Хорошо, что убивает его, а не он убивает. Игра будет побыстрее. Не знаю, я бы хотел увидеть, как-то веник, который бэбекается, проигрывает. Кроме того, таким образом, понимаешь, параллельная встреча имеет смысл только в том случае, если ТНТ выигрывает. А тем людям, которые там ее смотрят, интереснее было бы наблюдать за тем, чтобы там был риск вылета. А тут его, по-моему, нет никакого, если ТНТ проигрывает. Формат данного ивента заслужил, чтобы интриги не было. Да ладно тебе, ну че ты. Я просто был матч ни за что. Формат данного турнира заслужил какого расклада. Злой ты просто. Да, я критик. Так, Рор полетел без знача в кента. Идеальная цель, на самом деле, потому что если кента убивает, то дальше интенсации. У ТНТ нет. Стампин все-таки нажимается, и вроде как на кресте его... Что? Че? Че сейчас произошло, простите? Я не ошибся? Кунка поставил крест на своего собственного кента? Я, конечно, может быть, ошибаюсь, но... Рубика тут вроде нету. По логике вещей его должны были глимсануть обратно. А, я понял, в чем идея была. Типа, глимс хотели законтрить крестом. Крутая идея была, да. Но реализация тут подвела немножко. Так, пошел у нас тут Хараспа у Темпла Рассасси. У нее есть БКБ, напомню. Да, да, все. Слава богу, что я тут понял сразу, чего добивался кунка этим крестом. Ну и, в принципе, нормально. Все равно дефуется ТНТ. Им нужно выигрывать время для антимага. У него уже есть башер. И, Абиссал Блейд он будет собирать дальше. С Абиссалом он будет, конечно, повеселее. Пайпа появилась у Веника. А ТНТ пока пользуют по игре. 27 минут. Все, что он сделал, это ультанул саппорта. Убил саппорта и убежал. Не, подожди. Он на боте, помнишь, как Рута с четвертым левелом пришел? Развалил Веника и развалул. Это был один из тех моментов, когда они дрались 3 в 2. Но, когда они будут драться 3 в 2, тогда будет круто. Но 3 в 2, мне вообще драки неинтересно рассматривать. 3 в 2. Все, знаете, драка закончена. Здесь у антимага сейчас проблемы, он убивает это мосту форта, спановой, убегает, всё, он ничего не делает. Надо быть полезным. Дерись, держись, будь мужчиной. Так, у нас заход просто на некрачей, чисто уничтожение, халявные деньги. Да, антимага, заход от ДК на кунку, кунку фокусирует по полной. Ну, опять же, ну надо просто алибарду повесить хоть куда-нибудь перед смертью, хотя бы что-то сделать. Энстраптор тем временем умирает, отлично, яйцо, нужен стан против Темплар, кита нажимает БКП и яйцо взрывают. И, соответственно, уже теперь ДК начинает фокусировать. Кентавр, Кентавр на лоу КП, пытается сделать тэпаут, есть ли стан, есть стан, есть стан, нет стана. Хотя, кстати, у ДК чарм, который кулдауны его станов и дуал брифов, начиная брифаеров, кулдауны лучше, но это всего лишь 13%, там буквально несколько секунд хватило. Антимач, как обычно, вышел сухим из воды, сделал свой килл. Убил саппорта, все нормально, ушел. Заставил кунку, байбекнулся, сказал, типа, слушай, кунка, если не байбек, конечно, мы тя кикаем из тимы. И кунка байбекнулся. И Эбисол появился у антимага. Но теперь интересно посмотреть не чтобы он убивал саппорта, а чтобы он вырезал с этим Эбисолом, например, Темплар Ассасин. Потому что у Ташки-то БКБ, и можно до нажатия БКБ ее вырезать, там, 2000 КП, до 20 армора, правда, звучит страшно. Ташки нельзя давать бить. Она очень много уронов делает по дизольку и савра без мастера. Нужно просто башить ее, чтобы она не могла на сирон вот эту. Так, с макетки. Ну, сейчас есть ресурсы все необходимые. Адака, он не успел. Ташка купила линку и теперь проблематично бить по Ташке Эбисолом. Хорошее решение по поводу ARTEFACTS. Я не понимаю, куда они идут без Феникса, на смысле, без Суперновы. Ну ладно. Ну нажали смог, постояли, хорошо. Забрали Эбисолом. Окей. Что дальше? И-и-и-и-и, в лед снесли. А он только сейчас понял, что это линка, да? Он до этого не видел. Да-да-да. Блинка линка хорошо дошла Опа! Станчики на кунку не заехали Минус форма Лёд от кента! Какой блинкаут! Шикарный! Это минус кентавр уже 100% Сюда он не должен выбираться Весол там кидается, стампиды прилетели БКБ нажимает ДК очередное Сколько у него там секунд? 8 секунд, да, окей И Джанго До свидания Кстати, гем Гем вытащили из аппарата Для него это печаль Какая-то глупая драка Аддер, они видят Драгонайта в форме Просто отойти, дождаться, когда форма закончится Зачем? И БКБ еще, да ДК, ДК с формой Просто форма заканчивается, ребята собираются вместе Идут, вместо этого они дают шанс Драгонайта Реализовать форму, и после этого понимают, что План провал Плюс-плюс Но тут еще и момент того, что У вас КД Абисол Да, типа, вы не можете ничего сделать Вам не надо ничего заниматься, просто Отойдите спокойно Смог от Старлаков И Ждем инициации от ДК Здесь И, конечно же, Бестмастер у него Блингдаггер Он сейчас может дать Праймл Рок, а то у него в кулдауне в 10 секунд Еще Так Влетают на аппарата Отличная работа от Кунки Засейвил при помощи Креста своего друга По-моему, это, кстати, первый раз, когда у них получилось удачно это сделать Ему, конечно, ошибаться, но все же Так, и... Некрачей надо бы кубить Не получилось, то есть, давайте, но в КП они ушли Убарка Смотри Рошпита Вообще, в Рошпите у ТНТ должен быть шикарный файт Что можно Солнце поставить в удобную позицию Аппарат ультанет И даже корабль дать Так, снесли Линку Это по просьбе антимага Он говорит, парни, нужно снести Линку Вместо этого он Эбисол Блейд дает Драгон Найт А Драгон Найт умирает Нет, он успевает поражать БКБ Как же жестко Как же жестко, как же обидно причем Они потратили все, что только могли Они... Все, они потратили только ультапрессиона Там кулдал маленький 20 секунд И... Мановойт Еще, подожди Мановойт, и это был УДД на антимаге, понимаешь? То есть, это то, что должно было убивать При этом, Драгон Найт вынужден уйти на базу Он потратил заряд БКБ, Рошана они не забрали И если они оставят еще 20 секунд Ну, рядом с Рошаном, то все нормально Они могут идти дальше То есть, любой прожатый БКБ устраивает антимага Чтобы БКБ 0 или поздно был 5 секунд Но сейчас антимагу нужно идти Антимаг далеко Антимаг с ТП Какой он на святыги идет Влет по темпу арки Сняли с нее линку Но антимаг очень далеко Абисалблейда мы здесь не дождемся, скорее всего Кутка должен убирать вместе с ним Подвесолмс стан Неплохой от кента Стампит нажимается Солнце есть Надо отходить сейчас срочно Старлаком всей команды Они теряют дизраптора Влетает сюда же ДК Ну, опять же, да Пеник сам был слишком далеко поставлен Таким образом Нельзя давить уже в случае ТНТ И ТНТ потеряет кента И, скорее всего, потеряет еще и Кунку Тот подновый Ему супер больно Как же, ему больно Как же, ему больно Нужна тычка от ДК Найс Сыграно Вот Старлаках Минус еще и Феня И Вольфганг понимает, что да Да, его команда Не сможет пока ему помочь А у него 6-0 У него 6-0 И когда они проиграют Он скажет, пацаны Ну, как бы, у меня 6-0 И с чем И с чем Ну, да, я разваливаю кабинеты Ищу новую команду Вот эти цари, которые тащили меня вниз Они не очень, да Опа, Эбисол Блейд Драгон Найта Пошел просто в волын Волын Соло решил, что он все решит Красиво сыграно Стан за донжем Там 30 брони Так он просто Просто развлекает Просто жгет маны Он сразу собирался туда Пофармить, понимаешь Ботом А тут на путь ДК попался Думаю, ну ладно Всуну в него Эбисол Окей Типа, только теперь надо вернуться С блинков Да, вот Возвращается Только Еще ману бы неплохо Подрегенить Мангусы все купить Парочку штук Да, мангусы купи Привези Останься Нет? Ну ладно И сейчас страшно Тавр падает Стампида нету Фениксана нету Еще 11 секунд Обида Обида, конечно Ну и рашпит Самый главный Да, Рошана Надо успеть Не хочет много урона Быстренько, быстренько Быстренько А смотри Они сразу Ну они понимают Да, нужно прям лететь В этого Рошана Пошел, пошел Давай, давай, давай Эбисол в иллюзию Друзья Ну все Эбисол в иллюзию Файт проигран должен быть По логике вещей Пошел фул раскаст От ТНТ Шаг, пытаются они быстро Забрать Бессмастера Фоллинг снова забирает У нас Аегис Сможет Смог ли что-то Кентавр забрать Нет, он ничего Не смог забрать Он хоть получил по щам Есть Феникс Сан Кстати Но дать его хорошо Будет довольно сложновато Саунд составится Аегис выбивается Минус кунка Окей Антимаг Через 7 секунд Будет Эбисол Блейд Нужно засовывать Все, что только возможно Праймал Род Летает у нас без ста Весь контроль Который хоть как-то возможен Эбисол Уже в Дезраптора Дезраптор будет убит Но это не проблема Опять же Ну, у Дезраптор и Дезраптора Вез ульта без мана для всего Эбисол Мочи Дезраптора Мочи Дезраптора, да Все Минус свой дал Я пошел, ребят На берете Все, все Ну так 7-0-1 у него Все Лучший ТПа вот От аппарата не налался Станчик Минус Куча в мире заработай На самом деле Ужасно обидно Для Феникса Что у него Ультимейт Зарвался ровно В тот момент Когда вышла Темпларка обратно То есть она не застанилась Она типа была В этот момент В гробу Ее Аегис Поднял обратно И тайминг не сошелся Чтобы ее застанилось Все Идеально игра Закончена 7-1 Да 36 минут Изи катка Изи лайф Он если прыгает У него будет 7-2 Туда порежется 2 раза Он прыгает Как лев львиной И работает И работает И работает Не-не-не В таверну обратно Бежать на фонтан Бежать на фонтан Нельзя Ладно Поздравляем Старлаков Несмотря на то Что им не нужно было Здесь выигрывать Они все равно Показали мужскую игру Мужской Мужской стиль В котором Хоть у них начало Было и может быть И не самое прикольное Точнее середина игры Где они парочку Тимфайтов подзалили Все равно Они выиграли Это противостояние И было видно Что кстати Вот если что Если кто-то там думает Что это какие-то 3-2-2 ТНТ правда старались Это было видно Они делали все возможное Что в их силах На их уровне скилла Кроме антимага Давай так Вот 4 игрока В этой команде Реально старались А антимаг там Нет антимаг Я уверен считает То что он отлично Провел матч И старался Я тебя уверяю Вот стопроцентно То есть он делал Все возможное Соляного тащил Лил соляру Да Лил соляру Короче Поздравляем Старлаков Молодцы они И поздравляем Две команды Которые сражаются В правильном матче Не помню Мы их тоже поздравляем Мы их поздравляем Что они обе попали Да То есть это You Know Who И Longo Скорее всего Попали в финал ДПЛ Который там начнется Совсем-совсем скоро А пока Мы с вами прощаемся Всем всего доброго С вами были Lost Вместе с Crystal May Все